В мир авиации окунемся сегодня, увидим самые большие вертолеты в мире, пообщаемся с пилотами и, конечно, полетаем, если не в кабине, то в мечтах точно небо зовет. Плеханово специально организовали музей под открытым небом, а иначе не получилось бы. Вот во всей красе Ми-26. Самый большой вертолет. Выпускается с 80-х годов. Эксплуатируется и сегодня. На внешней подвеске может поднимать груз до 20 тонн. В нем перевозят колесную технику. Это незаменимая машина в нефтегазовой отрасли. Здесь у нас представлены одни из первых вертолетов, которые появились у нас, начиная еще в Советском Союзе. Это вертолет Ми-1, вертолет К-18. Также представлены вертолет Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-10. Летающий кран здесь, буквально рядом. На выставке представлены и самолеты Ан-24, Ан-74, АТР-42. Тем временем над аэродромом кружит вертолет АС-355 с российским флагом. Это удобная и безопасная техника. Популярная во многих странах. Следом летит Ми-8. В нем парашютисты готовятся к десантированию. Высота – полторы тысячи метров. Здравствуйте! Можно поделиться впечатлениями буквально. Очень красиво сверху. Тюмень просто волшебная. Все отлично, там хорошо, красиво и все видно с высоты. Как бы я вам не рассказал, что великолепно, прекрасно и здорово, все равно не поймете, пока сами не прыгнете. А у вас какой прыгнул? 2870 какой-то. Ну, конечно, мы всегда прыгаем в поле, а тут сегодня так получилось, что в самый город еще столько людей смотрят. Я не знаю, у меня точно сегодня эмоции зашкаливают. Спасибо большое! Своё шоу устроили и авиамоделисты. В показательном выступлении участвуют тюменские звезды этого вида спорта. Мы летаем на радиоуправляемых планерах. Здесь присутствуют кордовые бойцы, наши чемпионы России, пивотажные самолеты, гоночные самолеты. В целом это в том числе и тренировка. Сезон уже практически закрыт. Это последние теплые дни, когда можно вырваться в небо и полетать в свое удовольствие. И когда много зрителей, это приятно для души. Именно с этой техникой выступает команда на всероссийских соревнованиях. Сейчас спортсмены получают удовольствие от процесса и стараются увлечь своим делом окружающих. Земные пилоты мечтают о большей популярности. Занятие детей, свободное от учебы время, хорошими делами. И чтобы авиамодельный спорт был как бы ступенькой, площадкой для большой авиации. Познакомить с ней главная задача организаторов фестиваля. Они общаются с тюменцами и гостями города. Открытия на аэродроме сегодня гарантированы. Вы можете посмотреть, как устроен, пусть маленький, но аэропорт. Потому что это настоящий аэропорт, который так уже сложилось эволюционно, что он находится практически уже в центре города. Вы отчасти можете познакомиться с тем, как вот это авиатранспортное производство устроено. Люди смогут пробежаться по полосе, посмотреть, по какой поверхности, в каком состоянии она содержится. Сотрудник авиакомпании имеет в виду главное событие этого праздника – забег. Дистанции разные, рассчитаны на взрослых и детей. Три, два, один! Поддержали! У нас дочка занимается лыжами. Сегодня ее зарегистрировали. И она с удовольствием пробежала. Заняла там пятое место. Один ребенок у меня участвовал в забеге, только что прибежал. Вторая просто со мной поддерживает его. Мне все нравится. Приехали всей семьей посмотреть на это шоу. Вообще впервые в практике аэродрома, может быть даже впервые в авиационной отрасли, что на действующем аэродроме можно прийти всем жителям, гостям города и пробежать по взлетно-посадочной полосе. Ради такой возможности бегуны приехали в Тюмень из разных городов страны. Причем с семьями. Ну, очень здорово. Тюмень нас встретила ярким солнцем. Чувствуется такой большой масштаб мероприятия. Все очень здорово. Люди улыбаются. Ждем старт. В ожидании старта на взлетно-посадочной полосе и пилоты. Многие из них – заядлые бегуны. Сегодня я бегу 3 мили. Это 5 с лишним километров. И для меня сегодня стоит цель – побить свой личный рекорд. Пока что мой рекорд – это 25 минут, но я надеюсь, что сегодня побегу быстрее. Полина признается, ее вдохновляет на большие свершения командный дух. Забеги этим пропитаны. Девушка регулярно тренирует так выдержку, а еще с удовольствием рассказывает, как стала пилотом. В школе я мечтала стать стюардессой, но в какой-то момент я поняла, что хочу достигнуть чего-то большего. И мне приглянулась работа пилотом. И вообще моя семья авиационная, и поэтому я решила, что нужно двигаться по какому-то авиационному направлению. Мама была метеорологом, отец был диспетчером воздушных судов. В центре внимания любителей авиации сегодня был и вот этот молодой человек. На авиашоу приехал из родной Москвы. С каким настроением пришли на шоу? Я прихожу всегда на шоу с прекрасным настроением авиационным. Посмотрите, какое небо великолепное. И сколько людей, самолеты, вертолеты. Мы знаем, что вы известная личность. Представьтесь, может быть, кто-то вас не знает. Ну, я авиационный блогер, путешественник. Везде там Артем Аэрплейн, да, и все знают. Не забывайте смотреть на небо. И самый вкусный кофе, кофе в аэропорту. А что станет итогом этого мероприятия у вас в блоге? Обязательно станет много-много рассказов. У меня 7 социальных сетей, и везде выйдет потихонечку рассказ. Конечно же, он будет с эмоциями, как я и люблю, чтобы люди все больше полюбили небо, самолеты, вертолеты, общения и путешествия. Артем Коширин сегодня никому не отказывал в совместных фото. Снимок решили сделать и мы. Вдруг пригодится. Можно с вами сфотографироваться? Конечно, можно. Как нам лучше встать? Лучше вот солнышко, видите, и на нас светит, и будет классная фотка. Не щуримся. И... Я надеюсь, получится. Спасибо вам. Конечно, получилось. Спасибо вам. На празднике эмоций каждый смог утолить свои аппетиты. И в буквальном смысле слова над аэродромом весь день витал аромат шашлыка. Кто-то пришел побегать, кто-то поесть, кто-то и то и другое, да? Да. Это есть, пришли. Нет, посмотрите, посмотрите, ребенка показать. Приятного аппетита. Спасибо. Шашлык вкусный? Отличный. Все понравилось. Парашютисты просто великолепные ребята. Они так классно с этими флагами просто летели. Я не знаю, это было вообще здорово. Ребята, а вам что запомнилось? Маленькие самолетики. Вертолеты. Там от самого большого, от самого маленького. Прикольно. В Тюмени такой праздник стал уже традицией. Много лет на аэродром приходят семьями, чтобы зарядиться, положительными эмоциями, вспомнить свои заветные мечты и придумать новые, яркие и смелые. Татьяна Воротилова, Иоанн Веснисевич, Кристина Олейникова, Ямал-1.